Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Наташа. И сегодня очередное видео из рубрики «Дневник беременности». Сегодня речь пойдет о 33-34 неделе беременности. Самое главное событие, которое случилось в эти две недели, это то, что мы съездили на море. К сожалению, не удалось нам побыть там дольше, потому что когда мы туда приехали, нам позвонили из школы и сказали, что у нас родительское собрание. И пришлось возвращаться на несколько дней раньше. Но, тем не менее, отдых удался. И несмотря на то, что я была с таким как бы уже громадным пузиком, я плавала чуть-чуть в море, чуть-чуть в бассейне. Конечно, больше я плавала в бассейне, потому что там дети резвились, и нужно было их контролировать. И не так плавала, как просто там стояла и ловила их. Поэтому, как таковой физической активности у меня там не было. Но водные упражнения, да, это, можно сказать, какая-то акваэробика у меня была. Что касается моря, то море в Одессе, конечно, не сильно классное. И там плавали и водоросли, и как-то было оно уже холодноватое. Поэтому, конечно, не удалось так довольно следиться купанием. И поэтому сказать, что я там отдохнула по полной, я не могу. Тем не менее, для этого периода беременности я неплохо отдохнула, потому что не нужно было делать ничего, в принципе, по дому. Мы отдыхали, мы сами не готовили. Мы кушали в ресторане и кафешках нашего отеля, поэтому все, в принципе, было отлично. Мне удавалось даже иногда поспать днем, потому что все-таки море, оно немножко утомляет. И несмотря на то, что уже как бы основная жара спала, но было достаточно тепло, и можно было даже немножко подгореть. Я так смотрю фотографии и вижу, что, да, я немножечко там подразовела. Но, в принципе, витамин Д не помешает и беременной тоже. Я не сжарилась на солнце, как курочка, гриль. И с детьми, в принципе, этого нельзя делать. Поэтому мы там в 11-11.30 уже уходили с пляжа для того, чтобы отдыхать, обедать и не сгорать. И в 11-11.30 мы уже уходили с пляжа для того, чтобы не сгорать, готовиться к обеду, мыться, умываться, смывать с себя песок и все остальное. Поэтому, да, было достаточно хорошо, весело, и мне понравилось. Особенно, конечно, детям понравилось. Маша научилась нырять очками. И, в принципе, она уже плавает под водой, и это очень хорошо. Осталось совсем немножко, чтобы она научилась плавать на поверхности. Ну, конечно же, здесь, на этой неделе, у меня также выпали нелегкие дни подготовки к школе. Мой сын пошел в первый класс, и это было достаточно волнительно. Но мы совсем справились. Думаю, что все у нас получится. Что касается моего веса, то мой вес составил на конец 34 недели 83,3 килограмма. Я думаю, что это я немножко наела. В отпуске не в смысле наела, а то, что я ела таранку, креветки и, в общем, такое что-то соленое, которое прибавляет воды в организме, ну и не сильно много двигалось. Поэтому на следующей неделе нужно будет уделить внимание физическим активностям и поплавать в бассейне. Также вы заметили, что я подстриглась, потому что меня уже начали раздражать мои секущиеся кончики. Особенно они пересушились на море под воздействием соленой воды и солнца. И так как все равно после родов у меня будут сильно выпадать волосы, то я решила их постричь. В принципе, не жалею, мне стало легче дышать, они стали как-то не такими тяжелыми. И, кстати, самое интересное, что дети вообще не заметили, что у меня волосы укоротились. Хотя они очень любят их там потрогать и, в принципе, их любят. Вот такие вот были у меня новости. Что касается пупсика, то все в порядке. Пихается и кает. И, в принципе, не доставляет мне никаких особых трудностей. Ну, кроме того, что у меня габариты увеличиваются, и я не совсем сразу к ним привыкаю. А так, в принципе, все хорошо. Нужно что-то делать уже, как-то готовиться к предстоящим событиям. Но у меня пока на повестке дня день рождения сына, и поэтому все отодвигается на потом. Большое спасибо, что были со мной. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»